Всем привет, дорогие друзья! Это новый выпуск по Клаша Яли. Ребят, знали вы, во сколько я записываю это видео? Оно не было у меня в планах, я не собирался его записывать. У меня сейчас реально глубокая ночь. Но я не могу не записать, потому что у меня пройдено испытание 9.1. И знаете, что самое-самое удивительное? Я прошел его сам. Хотя, сам это... нужно тут еще поспорить. Естественно, не сам. Это испытание 2 на 2. Как минимум, я с напарником проходил. Сейчас расскажу предысторию быстренько. В общем, у меня заказывали буст этого испытания. Я на самом деле не брал в основном много буста, потому что ни мне, ни моим бустерам этот режим не нравится. И поэтому я не стал его набирать, дабы не было потом проблем, если кому-то не сделают, будут плакать, все дела. Поэтому у меня было там парочку заказов. Но суть в том этого испытания, что мне нужно было взять парное количество заказов, чтобы бустер один на одном аккаунте делал испытание, и второй вместе с этим же бустером делал это же испытание. И так получилось, что остался один заказ, а мне мой заказчик пишет, холдик, что за дела, осталось совсем чуть-чуть времени, а мне еще испытание не сделали. И у меня паника. Я сразу же бегу бустеру выдавать заказ, а ему не с кем его проходить. И я говорю, гоу, я с тобой сыграю. Ну и так получилось, что со счетом 9-1. И вот возвращаемся к тому моменту, где я говорю, что спорный вопрос, что я прошел сам, и мне его не забустили. Я как бы играл с бустером, и вы скажете, тебя тащил бустер. Ну вот здесь я соглашусь. Но играл я сам, и сейчас мы откроем сундук. Ух, как я долго говорил. Но я должен был это сказать, потому что, ну редко такое, что я прохожу испытания. Серьезно, вы меня знаете. Я испытания не люблю, я с ними не дружу. Но тут я сделал 9-1. И при том, что это вторая попытка. Я слил всего лишь 200 гемов. Я не собирался это проходить испытания, не заказывать буст. Так само случилось, и я решил записать видео. Ну вот, даже можно посмотреть по команде, что я играл с одним и тем же человеком. А в конце мне пришлось сыграть с рандомным игроком. Потому что мой бустер случайно пошел в быстрый бой. И закончил это испытание без меня. Я очень переживал. Сейчас мы посмотрим этот бой, где я сыграл с рандомным человеком. Там реально был такой бой напряженный, что я уже, ну реально думал, что я его не пройду. Итак, также у меня еще в магазине Лего. Сейчас давайте посмотрим... Хотя, стоп, почему я так уверен, что там Лего? Там просто новый товар подъехал. И давайте посмотрим, какой. Опа, серебряный сундук, мега-рыцарь и голем. Эм, слушайте, а големов я хочу купить. Что, только одного голема могу купить и все? Серьезно, так мало? Блин, раньше вроде бы можно было больше покупать. Давайте откроем бесплатный сундук серебряный. Ну, мега-рыцаря я покупать не буду. Потому что коплю я золото не для него. Ну, давайте теперь посмотрим, какая Лего выпадет. Кстати, давайте посмотрим, что мне надо. Я уже забыл, что мне здесь на грани прокачки на новый уровень. Ну, в общем, я хочу шахтера. Я хочу... Я хочу... Хочу... Принцесса, чтобы мне выпала лаву. Спарки, потому что я с ней играю. Мега-найт-то нету смысла. Поэтому держим цель на бандитку, шахтера, лаву и принцессу. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, чтобы мне это лего выпало. И, кстати, напишите в комментах, как вам это испытание. Прошли ли вы его? Ну что, поехали. Открываем. Так, какая же легендарочка. И бревно. Ну, слушайте. Бревно скоро на четвертый уровень. Еще пять карт надо. Поэтому... Ну, хотя бревном сейчас редко пользуюсь. Сейчас в основном зап. Еще один сундук. Давайте откроем. За девять побед. Кстати, что тут за лут, я без понятия. Рарочки. Ведьма. Окей. Ледяной дух. Разряд. И... Блин. А что, лего должно быть, по идее? А нет, рарки. Ну, такое. Честно, я бы не проходил это испытание. Мне оно не надо было. Вы знаете, что я ни на стримах его не играл, потому что тачдаун не люблю. Но тут обстоятельства так сложились, что нужно было сделать буст. И я своему бустеру предложил свою компанию. Говорю, давай я с тобой сыграю. Он, конечно, рассмеялся. Но, как видим, удачно мы закончили. 9-1. Давайте посмотрим последний повтор. Я сыграл с рандомным игроком. И когда я с ним начал играть, все. Я думал, блин. Вот я боялся. Не хотел идти с рандомным. Потому что знал, как они играют. И многие бомбили все мои бустеры, что, блин, ну, реально, дачдаун, это игра с дауном. Никого не хотел оскорбить, но это правда. Драфт и 2 на 2. Это всегда было что-то невероятное. Это просто фиаско. Серьезно. Противники... Ой, напарники такие подбираются. Тут хоть можно с друзьями. Это, конечно, огромный жирный плюс. Но все мои бустеры уже как бы попроходили. И мне не с кем было последний бой сыграть. Я сыграл вот с рандомным человеком. Но на славу... Я, кстати, хочу посмотреть, сколько у него кубков. Я так и не посмотрел. Но, к счастью, опять же, повторю, что, слава богу, мы затащили. Давайте посмотрим. И вот начало боя. Он здесь затупил немножко. И я реально очень сильно расстроился. Напишите в комментах, ребят, как у вас с этим испытанием. Не только в плане того, как прошли вы это испытание. Как оно там элитное, да, испытание называется. А вообще, новый режим, как вам? Потому что многие мои зрители на стриме говорят, нет, не играя в этот режим на стримах. Нам неинтересно, мы в него не играем. То есть, ну, начали критиковать. Посмотрите, вот тут, в этом моменте, как бы, вроде бы, он и все правильно сделал. Но я очень сильно расстроился. Смотрите, летит ракета. Думаю, ну окей. Задефаем за ту лаву. И он промазал ракетой. И все. Это у него горит, а потом горит у меня. И я думаю, ну ё-моё, ну неужели мы... И вот реально осталось... У меня хоть и было 8-1, еще одна попытка. Но вы знаете, хоть и с бустерами играл, но все равно было потненько. Там такие были интересные поединки. Там Хог почти-почти пересек нашу линию. То есть, почти сделал тачдаун. И потом как-то по линии сагрился на хижину варваров. То есть, я не знаю, там, ну невероятно реально повезло нам. Я не знаю, как Хог сагрился на хижину. Но она была далеко, и он так четко по линии поскакал. Ну, было интересно. Я тут повтор уже не найду. И вот вы увидели, да, что первый поединок мы проиграли. Я думаю, ну всё. Хана. Лава справа, гигант слева. Я не знаю, кто бомбера, я ли он выбросил. Это было глупо. Ну, вроде бы я, я уже не помню. И зачем я бомбера там выбросил, я тоже не помню. И смотрите, гигант почти фуловый. Сданий дефа нет. Нас спасла только армия скелетов. И вы представляете, я отдал противнику зап. Если бы он его использовал, возможно, его не было в цикле. Гигант бы дошёл, и этот счёт бы был уже 2-0. И я сомневаюсь, чтобы мы затащили. Хотя, честно, мы до конца сражались достойно. И, ну, единственный у него прокол был в начале. Это то, что, ну, ракетой он не подрасчитал немножко и промазал. В целом, напарник мой удачно сыграл. Сейчас посмотрим, какой у него рекорд. Это шахтёр мой. Я забрасываю шахтёра. Кстати, я не думал, что шахтёр задефает полностью выше баллу. Мне было уже тоже паника, потому что не эликсировано с ней было ничего. Но, вы знаете, вот в конце, когда уже мы затащили этот поединок, я думаю, нет, все шансы есть. И мой напарник всё-таки не даун. Вот. Ну, и, как видим, сейчас гиганта также дефим. И тоже, смотрите, сейчас на самом волоске гигант умрёт. Ему остался ровно там один-два шага, и всё. И он бы пересёк бы нашу линию. И этот счёт бы был 2-0. Продолжаем смотреть. Это уже двойный эликсир. Я думаю, что нужно ставить танка, потому что у моего напарника его не было. И это была бы моя ошибка, если бы мы просто дефились. Мы бы не выиграли, если бы я не ставил голема. Серьёзно, моего напарника ни гиганта, ни хога, ни таран нету, ни у него, что там, как можно, шарик. У него никакой такой карты нету, чтобы вот реально не реагировало на юнитов, а просто... А, нет, таран, таран был, я извиняюсь. Был таран, да. Но всё равно, таран это не голем. Если бы... Хотя тут видим, что и без моего голема бы таран добежал. В общем, не знаю. Третий раунд. Счёт 1-1. И я понимаю, что это решающий момент. Я желаю ему удачи. Я уже не бомбил. И полностью я собрался. И думаю, всё, нужно затащить. Потому что я уже запланировал писать видос. Я хотел... И знаете, я уже реально... 8-1 когда сыграл, и когда мой бустер сыграл не со мной, мне уже паника. Да неужели не суждено мне пройти это испытание? Или вообще пройти испытание, чтобы я записал видео, где его сам прошёл? Но нет, всё-таки получилось. И... Это реально редкость, что я прохожу испытания. Кстати, смотрите, дошёл шахтёр. Я уже и забыл, как мы победили, честно. Дошёл шахтёр. Счёт 2-1. Давайте посмотрим рекорд моего напарника, лесоклановца. Ну, рекорд 4600. А что у моих противников? 3400 и 3900. Ну да, мы сильнее были относительно. Но вы знаете, некоторые тут... Ух ты. Некоторые тут бустеры играют тоже против нас. Играли, точнее. Ну, было прикольно, интересно. Но, опять же-таки, может, потому что из-за того, что я не проиграл это испытание. Если бы я слил, я бы бомбил. И вообще, не было бы мне так интересно и весело. Прошёл со второй его попытки. Честно, прошёл сам. Ну, опять же, хотите верьте, хотите, нет. Мне всё равно. Доказывать не хочу. Говорю, как есть. Ну, и, в принципе, в момент выхода этого видео, это испытание уже реально закончилось. Поэтому говорить, что мы его вам пробустим, я не буду. Да и даже если бы оно и продолжалось... Нет, мы его вам бы не пробустили, потому что я не хочу брать такие заказы. Сам режим 2 на 2 и драфт уже такой сомнителен. Здесь хотя бы можно, да, брать с собой напарника. Это единственное, что спасает это испытание. Серьёзно. Если бы играли с рандомными игроками, то всё, это караул просто. Я надеюсь, что разработчики эту тему поддержат и будут вводить остальные испытания, которые 2 на 2 будут. Но можно играть с друзьями. Господи, введите это. Потому что играть с рандомными игроками, блин, это просто... Ну, вы сами понимаете, да, что это невозможно. В общем, такой вот был выпуск. Ничего такого особенного я и не снял. Просто хотел похвастаться, открыть легендарный сундук. Ну, и, естественно, если вы не заказываете бусты и тащите испытания сами, то я хочу вам пожелать удачи, чтобы у вас всё было хорошо. Всего самого хорошего и самого лучшего. У меня просто хорошее настроение. Всё, ребят, всем спасибо за просмотр. Всем до новых встреч и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok